Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки, но и по старинке. Отдельный привет тем, кто сейчас находится в прямом эфире вместе со мной и смотрит нас через перископ. Надеюсь, что выходные вы провели очень хорошо, потому что эта неделя обещает у нас быть гораздо круче предыдущих, потому что даже поверхностный взгляд на содержание экономического календаря говорит нам о том, что у нас будет несколько серьезных фундаментальных инфоповодов, на которые обязательно нужно будет обратить внимание. И самое важное то, что ряд макроэкономических отчетов полностью подпадает, опять же, в спектр того анализа, который мы проводим, и может стать дополнительным триггером для тех инвестиционных идей, которых мы уже придерживаемся, и которые, в принципе, по многим валютным парам уже в рынке. Прежде всего, я говорю про перспективы доллара и европейской валюты, потому что совершенно очевидно, что именно эти два валютных актива и определяют те настроения, которые, собственно, и присутствуют на финансовых рынках. Также отмечу, что сегодня в 15.30 по московскому времени состоится мой традиционный вебинар «Правильный понедельник». Начнем, конечно же, как и полагает неделю, с общего тотального анализа фундаментальных событий прошлой недели, потому что, снова повторяю, что для нас, фундаменталистов, очень важное значение имеет преемственность фундаментального фона. Мы должны знать, с чем мы работали на прошлой неделе и с чем переходим в новую пятидневку, прежде чем, соответственно, будем анализировать новые отчеты, которые значатся на повестке экономического календаря. Ничего не упустим, обещаю вам, это моя задача донести до вас вести целостный фон, чтобы вы были в курсе всех основных событий, всего вообще, что обсуждается на финансовых площадках, но я думаю, что за последние много месяцев, если уверен, что среди вас есть те, кто постоянно смотрит брифинги, вы вооружены информацией, скажем, по уши, вы знаете, что происходит на финансовых площадках, ну и на основании этого можете принимать инвестиционные решения хотя бы долгосрочного характера. И я традиционно ориентирую всех трейдеров прежде всего на торговлю не краткосрочные периоды, а только с замахом на более растянутые промежутки времени, потому что очень трудно, скажем, торговать краткосрочно, это совершенно неблагодарное дело, потому что спрогнозировать, что может произойти с активом за короткий промежуток времени, ну, без привлечения невозможно. И я думаю, что спорить с этим не нужно. Теперь давайте постепенно переходить к нашей повестке. Вы знаете то, что мы начинаем с нефти и российской валюты, но нефть сейчас очень интересный инструмент. Обещал вам то, что подготовлю среднесрочный прогноз, в принципе, видео уже готово сегодня, оно появится на нашем официальном канале на YouTube. Это новая визуальная составляющая. Я думаю, что такой формат придется вам по душе. Я буду рад обратному фидбэку. Если поддержите такую идею, такой способ подачи информации, значит, я продолжу готовить видеоотчеты в том виде, в котором вы, собственно, их увидите сегодня. Поэтому еще раз, скажем, ориентирую вас на необходимость посещения нашего канала, потому что там будет доступен новый контент. Что касается нефти. Ждали мы выходные, потому что знали, что на этих выходных будут сняты финансовые и экономические санкции. С Ирана очень такая болезненная тема, потому что Иран, по сути, выступает вместе со всем ближневосточным картелем, сейчас ключевым фактором, от которого мы отталкиваемся торгуя нефтью. Потому что с переизбытком вроде бы как все понятно, здесь ничего не меняется, но предложение растет. Да, это действительно так. Каждый раз, когда мы возвращаемся к статистике, подводим итоги последних недель, мы констатируем прирост, даже несмотря на сокращение количества буровых. Это было так две недели назад, недели назад. В США нефтепроизводство растет, в России тоже. Что касается ОПЕК, квота 30 миллионов баррелей в сутки, фактически объем производства выше. Что касается спроса, да и такого понятия вообще, наверное, лучше сейчас избегать, потому что прежних объемов потребления нет, и Китай нам говорит о том, что этот спрос будет дальше снижаться. Ну вот, что касается предложения, здесь у нас был дополнительный новостной фон. Он связан как раз с тем, что на рынок обещал выкинуть дополнительные объемы Иран, потому что имеются производственные мощности, имеется необходимость продавать больше нефти, да и тем более, что появилось хорошее условие, которое, по сути, дало такое возможности Ирану. Это снятие финансово-экономических санкций. Еще задолго, как это произошло, когда мы только спекулировали на эту тему, знали то, что в арсенале у Ирана производственных мощностей на 3-4 миллиона баррелей в сутки дополнительных поставок. И после снятия этих санкций мы уже были готовы к тому, что эти производственные мощности будут задействованы. А значит, к тем объемам, которые уже на рынке, мы готовились прибавить еще несколько миллионов. Ну, не сразу, конечно же, потому что на все требуется время. Они не могут запустить все сразу, потому что такие объемы, они требуют собственной доли на рынке. Пока Ирану придется выгрызать эту долю. Но все равно мы знаем то, что у Ирана есть потребности увеличить поставки. И судя по их жесткой позиции, особенно жесткой позиции после разрыва дипломатических отношений с Саудовской Аравией, эта позиция будет дальше лоббироваться. Иран обязательно станет одним из ключевых поставщиков углеводородов на мировые финансовые рынки. Мы готовимся к тому, что предложение будет в совершенно новом уровне зашкала. И это предложение долгосрочно будет выступать, конечно же, фактором серьезной разгрузки бренда. Хотя, наверное, серьезное – это тоже неправильное слово. Мы каждую неделю наблюдаем серьезную разгрузку. Катастрофическое? Ну, это, может быть, больше подходит, потому что даже с начала этого года мы увидели, как бренд EWTI потерял уже несколько десятков процентов. Да, это тренд, наверное, тренд, который я не наблюдал никогда по состоянию энергоресурсов, тем более, что он продолжается уже на протяжении многих месяцев. И сегодня, после того, как на выходных санкции были сняты, мы ждали, конечно же, открытия с ГЭПом. Собственно, это произошло. Минимальные значения значились даже ниже 28.40. Сейчас бренд торгуется в районе 28.44, то есть открытие с ГЭПом. Куда этот актив пойдет дальше? Ну, с большой долей верности можно сказать, что вниз. Но совершенно очевидно, что поддержка 30, которая была, конечно же, в качестве важного уровня, она уже протестирована. И мы отмечали, что если бренд найдет основание возможности закрепиться ниже, значит, дальше будет шагать еще в более нисходящую коррекционную пропасть. А какие уровни будут в качестве поддержки обозначены дальше, это большой вопрос. Потому что, судя по всему, для бренда вообще не существует таких понятий, как поддержка и сопротивление. Просто есть какая-то латентная необходимость двигаться еще ниже. Поэтому бренд сыпется для тех трейдеров, которые находятся в продажной сделке с очень более высоких уровней, это подарок судьбы. Потому что, наверное, такой тренд по какому-либо другому активу, по любому активу, который представлен на финансовых рынках, приходится ждать, может быть, даже всю жизнь. И сейчас мы видим, как эта история вершится перед нашими глазами. И мы видим то, что пока конца края этому оснижению не видно. Что касается Ирана. Напомню, что базовый сценарий предполагал, что после снятия санкций мы увидим то, что Иран может увеличить сразу, буквально через сутки, объем поставок на 200 тысяч баррелей в сутки. Спустя квартал еще 200 тысяч баррелей в сутки. И спустя полгода еще полмиллиона баррелей. Судя по всему, у Ирана более агрессивные планы. Потому что на этих выходных мы знаем то, что Иран заявил о том, что объемы поставок сразу же, через день после, по сути, решения, составит не 200 тысяч баррелей в сутки, а полмиллиона. Значит, дальше, через квартал будет еще больше. А через два квартала, через полгода, мы увидим как раз задействовать чуть ли не 40% всего производственного потенциала. То есть, это еще одна идея, указывающая нам на то, что нужно и необходимо готовиться просто к совершенно новым уровням избыточного предложения. Российская валюта. После сегодняшнего открытия с ГЭПом, если вы наблюдаете за котировками на премаркет, ведет себя логично. Мы видим серьезное ослабление на премаркете 72.22. Но я думаю, что при сохранении тренда коррекционного сегодня по нефти, мы реально можем добраться до, также не знаю, как отметить этот уровень, психологически важного сопротивления, либо просто очередного сопротивления. Но это значение 80 рублей против доллара. Наша цель была 78. Сейчас уже планомерно двигаемся выше, потому что впереди у нас сопротивление 80. Думаю, что российский валютный актив при неизменности того тренда, который мы наблюдаем по нефти, может даже легко перемахнуть через этот рубеж и пойти на абсолютно беспрецедентный уровень. Думаю, что долгосрочно можно даже замахиваться на когда-то немыслимое значение в районе 100 рублей против доллара. И пока все указывает на то, что рубль метит именно туда. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1.08.91. У нас была долгосрочная идея, которая предполагала продажу евро еще несколько недель назад. У нас важные рубежи. Tech Profit 1.05, 100+, 1.10. Пока в этом канале мы находимся. В пятницу увидели то, что европейский актив получил заряд бодрости, практически снова добрался до уровня 1.10. Использовал локальную выгоду роста против своего основного конкурента доллара. И здесь снова евро, отдельное спасибо, сказал ухудшению макроэкономического и новостного фона. Потому что в пятницу с открытия фондового рынка в Азии мы увидели серьезную просадку шанхайского композитного ирекса. В моменте она составила практически 2.5%. И уже к концу дня была доведена до 3.5%. Но соглашусь с тем, что это действительно серьезные потери. Особенно в свете свежих воспоминаний того, что Китай очень плохо себя сейчас чувствует. Особенно на фоне тех макроэкономических данных, которые у нас были на позапрошлой неделе. И как только рынок и участники рынка осознали то, что коррекционная динамика, она может быть и дальше характерна для китайской фонды. И по принципу цепной реакции тащить также и другие фондовые секции. И тут же мы увидели переток инвестиционных капиталов опять в защитные активы. Эти риски были, я о них вас предупреждал. То, что при ослаблении, опять же, китайской фондовой секции, вы можете наблюдать это с открытия торгов чуть ли даже не раньше выхода этого брифинга. Нужно будет смотреть за актуальной динамикой. Если видим снижение, значит, с большой долей вероятности можно делать ставку на рост иены франкой драгоценных металлов. Поэтому в пятницу, в четверг у нас вроде бы как стабильная сессия была. На рынке даже стали формироваться настроения положительного толка. Прирост по европейскому фондовому рынку и по американскому видели. А в пятницу опять 25. Коррекция, снижение, спрос на японскую иену, ослабление доллара, евро у нас валюты финансирования, которые используются для операции керри-трейда. И снова спрос на главный валютный риск. Но все-таки закрепиться на локальных максимумах, которые были недалеко от уровня 1.10, европейская аудитория так и не смогла. Сейчас мы видим, проседает уже ниже уровня 1.09. Дальше все будет зависеть от статистики. Думаю, что еще одним фактором, опять же, негатива, который присутствовал на рынке, стоит уже отдельной темой отмечать нефть. Если раньше мы искали факторы, которые влияли на перспективы углеводородов, то сейчас можно говорить вообще про нефть как актив, который также сказывается на настроениях рыночных трейдеров. Потому что сейчас ситуация с нефтью, это ситуация, которая волнует всех. Это ситуация, за которой следят все даже люди, отрешенные в финансовых рынках, потому что волей-неволей случаем, но все равно в эту тему оказаны, скажем, погружены все даже через те заголовки, которые мы видим в средствах массовой информации. Нефть действительно сейчас может выступать чуть ли не барометром, а спросом на рисковые инструменты. И, наверное, также нефть сейчас можно использовать в качестве фактора, или, точнее, даже в качестве условия и констатации состояния мировой экономики. При снижении цен на энергоносители, значит, можно говорить о том, что мировая экономика также слабеет, потому что в основу снижения цен на углеводороды ложатся более глубокие и системные риски. Что касается Китая, я все-таки уверен, что мы, наверное, худшие времена уже прошли. Две недели – это уж слишком торговать по одному инфоповоду. Поэтому с Китая предлагаю вам перефокусироваться уже на фундамент более привычный для нас. Это европейская статистика, которая будет определяющей для перспектив евро. И на этой неделе у нас куча отчетов, в том числе и европейского происхождения. Поэтому трейдеры понемногу будут, скажем, переориентировать свое внимание на те релизы, которые у нас впереди, в частности, завтра у нас индекс потребительских цен в еврозоне. И здесь я предлагаю снова засыпиться за нефть и вспомнить про то, что нефть и факты ее снижения оказывают понижательное давление на уровень инфляции, индекс потребительских цен. Поэтому, учитывая то, что происходит в последнее время, тренд последнего времени, думаю, что у нас уже серьезные, скажем, основания полагать, что за последний месяц вместе с нефтью просел и индекс потребительских цен в масштабах всей мировой экономики, ну и, разумеется, еврозоны. А поэтому я предлагаю настраиваться на слабый отчет по уровню инфляции в рамках валютного блока. И если эти слабые ожидания подтвердятся, значит, мы снова будем говорить, как вы прекрасно знаете, о необходимости поддержки экономики со стороны валютного блока, со стороны Европейского центрального банка через более агрессивный выкуп активов. И к этой идее уже начинает присоединяться все большее и большее количество трейдеров. Особенно на возможность более агрессивного выкупа активов сейчас поглядывают фондовики, потому что знают, что если ЕЦБ и Драги пойдет на дополнительные меры поддержки, значит, европейский фондовый рынок снова восстанет духом, оживет и сможет еще порасти какое-то время. Для европейской валюты это, конечно же, негатив, поэтому на этот негатив я вас и настраиваю. То есть, ждем по евро-доллару уровень 1.05, как я и говорил ранее. Далее идем. Долларо-японская иена. В четверг мы увидели небольшой оптимизм в отношении американца. Против иены даже смог закрыть в плюсе торговую сессию. Но в пятницу все изменилось. И опять же, все изменилось по той причине, что ухудшились рыночные настроения. И как только это произошло, трейдеры сделали ставку на рост японской валюты, поползли вниз доходности американских трейджерис и потащили за собой американскую валюту. Поэтому сейчас, после того, как я уже сделал жест в сторону того, что Китай потихоньку будет утихать, я ориентирую вас на национальную статистику американского происхождения. В пятницу она, признаюсь, подвела. Не будем искать оптимизм, там его нет. Потому что рыночные продажи, которые были опубликованы в пятницу, по факту минус 0,1%, с 0,4%. Да, это снижение. И здесь я увидел риск в том, что на ограниченные продажи не повлиял даже период, опять же, рождественских распродаж. Даже в моменты серьезных праздников потребители неохотно, скажем, шли на серьезные покупки. Поэтому, может быть, в связи с этим нам следует уже готовиться к более слабым показателям по темпам экономического расширения. Но это не значит то, что будет именно так. Потому что делать выводы по одному отчету, по одному месяцу, это неправильно. Я всегда призывал вас к тому, что если и строить конкретные серьезные системные прогнозы, нужно искать тенденцию. Для того, чтобы была тенденция, нужно, чтобы мы наблюдали риски, ну, либо слабую статистику, как минимум в течение одного квартала. Пока такого негатива в рамках Америки не вырисовывается, поэтому я даже предлагаю закрыть глаза на прогноз Goldman Sachs, которые полагают, что в четвертый квартал 2015 года США закроют с приростом не 1,4%, как они полагали ранее, а с приростом 1,1%. Но я все-таки думаю, что прирост будет больше. И за что сейчас нужно цепляться? За то, что у нас есть несколько позиций со стороны голосующих членов ФРС. Это позиции Дадли, Вильямса и Фишера, указывающие на то, что американский мегаревлятор по-прежнему видит куда больше, скажем, бодрости, оптимизма на рынке. И этот оптимизм будет способствовать тому, что вектор постепенного повышения процентных ставок сохранится. Нам, собственно, это и нужно, потому что долгосрочно мы строим цели и обозначаем возможность, ну и, конечно же, наше желание добраться по паре USD-YEN до уровня 125. Поэтому еще раз отмечаю ту просадку, которую мы видели в последнее время из-за Китая, форс-мажора. Это подаренная возможность, чтобы залезть в пару USD-YEN по более комфортным уровням. Наша цель 125, но мы окажемся в этой сделке только после того, как пробьем сопротивление в районе 120. И сегодня утром, кстати, вышли очень слабые данные по японскому промышленному сектору. Оно просело на минус 0,9% против прогноза роста на 1,4%. Я считаю то, что через состояние промышленного сектора, в принципе, можно готовиться, ну или, по крайней мере, не упускать из виду тему, более агрессивных мер поддержки через расширение программы количественного смягчения и уже со стороны Банка Японии. Наверное, им также не избежать этого стимула и этого шага, который необходим сейчас для экономики. Но если будут какие-то новости здесь, я обязательно о них вам сообщу. Фунт против доллара. Здесь британец исключительный аутсайдер. Никак иначе его назвать нельзя, потому что за одну неделю пара фунт-доллар потеряла около 300 пунктов. Сейчас, кстати, торгуется на уровне 1,4277 и за последние полтора месяца фунт подарил нам много возможностей и, самое главное, много профитных сделок. С этим я вас хочу поздравить. Вот, собственно, наш прежний отложенный ордер селл-стоп также был закрыт по профитному ориентиру. Пока давайте посмотрим, что будет дальше. Сегодня не будем залазить в трейдинг по фунту, несмотря на то, что потенциал для коррекции еще сохраняется. Что касается британца, здесь стоит отметить в качестве негатива заявление со стороны Банка Англии о том, что из-за текущей экономической конъюнктуры и того, что происходит в мировой экономике, они были вынуждены пересмотреть прогнозы по темпам экономического расширения. Сейчас даже через оптимистичную оценку не стоит настраиваться на расширение экономики больше, чем на 0,5%. Соответственно, если есть такие слабые прогнозы по экономическому расширению, есть точно такие же ожидания недостижения в короткий промежуток времени целевого показателя по инфляции. Здесь снова все вертится и отталкивается оценная энергоэскурсия. Это слова со стороны Банка Англии. Поэтому они еще раз подчеркнули, и это нужно усвоить тем трейдерам, которые делают ставку на ослабление фунта, что все верно. Банк Англии подчеркнул неготовность британской экономики к повышению процентной ставки ранее 2017 года. И это очень важное замечание, потому что буквально в четверг на прошлой неделе мы видели комментарии со стороны Reuters о том, что они полагают, что Банк Англии в мае этого года пойдет на повышение процентной ставки на 25 байсных пунктов и поднимет ее до 0,75. Это бред. Учитывая то, что мы сейчас видим по экономике, ни в коем случае делать этого нельзя. Ни в коем случае нельзя разгонять ставку, ужесточать условия кредитования и генерировать те условия, которые могут стать причиной укрепления национальной валюты. Потому что меньше всего сейчас в Британии нужно, учитывая снижение показателей экспорта, это создать дополнительную угрозу для конкурентоспособности национальных производителей. Поэтому по фунту мы все правильно делали, когда поставили на снижение. Вы видите то, что этот сценарий реализован. Спасибо за еще одну профитную сделку, но пока до, по крайней мере, до завтрашней торговой сессии. Давайте постоим в сторонке и понаблюдаем за тем, что будет с британцем дальше. USDCAD. Здесь также чрезмерное ослабление канадца. Мы увидели в четверг сначала уровень 1.43.97. Это было серьезное значение в плане ослабления и девальвации канадца. По сути, 12-летний минимум. Но в пятницу мы увидели еще более серьезную слабость, потому что локальный хай составил 1.45.53. По паре USDCAD мы также смогли реализовать еще одну профитную сделку. И все благодаря слабости канадца, который закладывал в свою стоимость снижение цен на энергоресурсы. Почему сейчас канадца так активно распродают? Да дело в том, что уже учитывая общий новостной фон, никто не сомневается в том, что 20 января банк Канады пойдет на снижение процентной ставки. Мы к этому готовимся очень давно. И сейчас, как показывает опять же практика и опыт последних месяцев, спустя множество недель к нашей позиции стали присоединяться уже другая часть трейдеров. Полагаю, что, собственно, без этого шага Канада сейчас и не справится. Поэтому по USDCAD, несмотря на то, что мы, даже лучше сказать, благодаря тому, что мы закрыли уже еще одну профитную сделку, если вы посмотрите опять же по истории, уже три как минимум идеи, которые были реализованы даже в рамках уже последних полутора месяцев, это много. Давайте все-таки будем иметь совести и не поставим сейчас, точнее, не будем распыляться на возможности еще большей девальвации, потому что сейчас велика вероятность проторговки. Поэтому и по USDCAD мы сейчас держимся в сторонке. Далее, какие у нас валютные пары? А вот USDCAD здесь также закрытие по профитному ориентиру нашей инвестиционной идеи, потому что мы ожидали падения австралийца против доллара до уровня 0.69. Актуальные котировки, ну, собственно, 0.69, хотя минимальные уровни были еще ниже. Тоже пока держим про запас возможность тренинга австралийцам, ищем возможности, я думаю, что на этой неделе их еще найдем. NZD и USDCAD, ну, после того, как мы добрались до уровня 0.65, я предложил вам также оказаться, точнее, сейчас быть вне рынка, потому что высокая корреляционная связь, опять же, с австралийцем и с состоянием китайской фонды. У нас на этой неделе еще целый блок макроэкономических данных по Китаю. Вот от них уже будем плясать по дальнейшему тренингу австралийцам и новозеландцам. USDCAD котировки сейчас 1.0050. Думаю, что завтра я уже предложу вам новую инвестиционную идею, которая будет направлена на дальнейший рост американца. Посмотрю за конкретными уровнями, ну, и, может быть, сегодняшний фундамент также нам что-нибудь интересное преподнесет. Что касается золота, то мы увидим сейчас рост. Опять же, этот рост был скатализирован пятничной коррекцией фондовой секции. Сейчас актуальные котировки 1091 доллар за тройскую онцию. Напомню, что сейчас, наверное, краткосрочно можно делать ставку на дальнейшее усиление позиций трехметаллов, потому что впереди лунный Новый год, который Китай традиционно провоцирует спрос на драгоценные металлы. Если есть среди вас те трейдеры, которые готовы рискнуть, может быть, из-за очень, скажем, такого трепетного отношения к драгоценным металлам, тогда у вас есть сейчас фундаментальная возможность для этого. Что касается сегодняшнего календаря экономического, на самом деле ничего интересного сегодня нет, но это только первая торговая сезда, потому что уже завтра у нас куча макроэкономических отчетов в ходе брифинга, и, разумеется, их все анонсируют. Поэтому на сегодня все. Если есть вопросы, вы знаете, можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо пользоваться форумом Markets. Еще раз хочу поздравить вас с началом новой недели. Готовимся к интересной волатильности, к очень важным макроэкономическим отчетам, ну и, конечно же, к новым профитным сделкам. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.